И таким образом, прославленные божественным светом и восхищенные на небесах, встретили Господу на воздухе, по написанному всегда с Господом будем, с Ним царствуют беспредельные веки веков. Мы постараемся же предварительно иметь на себе знак и печать Господню, потому что во время суда, когда Бог будет производить разделение и собраны будут все колено земные, целый Адам, когда пастор создаёт стадо своё, когда все имеющие на себе знак узнают своего пастора, и пастор узнает имеющих на себе собственную его печать, и соберёт их из всех народов, услышат голос его свои, пойдут во свет его. На две части разделится мир. Одна часть будет тёмное стадо, отходящее в огонь вечный, а другая – светоисполненное пасло, возводимое к небесному жеребию. Что ныне приобрели мы в душах, то самое воссияет и обнаружится тогда, и облечёт слава и тела. 293. В воскресенье все ли члены будут воскрешены? Богу всё нетрудно. Таково и обетование его. По человеческой немощи и человеческому рассудству кажется это как бы невозможным. Как Бог, взяв прах из земли, устроил как бы иное какое-то естество, именно естество телесное, неподобное земле, и сотворил многие роды естеств, как то волосы, кожу, кости, жилы. И каким образом игла, брошенная в огонь, переменяет свет и превращается в огонь. А между тем, как естество железа не уничтожается, оно остаётся тем же. Так и воскресенье. И эти члены будут воскрешены, и по написанному, и волос не погибнет. И всё соделается световидным, всё погрузится и приложится в свет и в огонь, но не разрешится и не сделается огнём, так чтобы не стало уже прежнего естества, как утверждают некоторые. Ибо Пётр остаётся Петром, и Павел Павлом, и Филипп Филиппом. Каждый, исполнившись Духа, пребывает в собственном своём естестве и существе. А если утверждаешь, что естество разрешилось, то нет уже Петра или Павла. Но во всём и повсюду Бог. И отходящие в Геену не чувствуют наказания. Айдусь себе в царство благодеяния. Представь себе сад, в котором всякого рода плодоносные дерева, были там груша, яблонь и виноград, с плодами и листьями. Но и сад, и все дерева, и листья изменились и обратились в иное естество, и всё прежнее соделалось световидным. Так и люди изменятся в воскресенье, и члены их соделаются святыми и световидными. Как тело Господа, когда вошёл он на гору, прославилось и преобразовалось в божественную славу и бесконечный свет, так и тела святых прославляются и делаются блистающими. Ибо как внутренняя слава Христова в такой мере распростёрта была и воссияла на теле Христовом, так подобно этому и во святых внутри сущая сила Христова вон и день будет преизливаться вовне на тела их. Потому что ещё ныне они умом своим пресвящаются Христовой сущности и Христово естества. Ибо написано «Святые да свящаются от единого, и славу, которую дал мне, я дал им». Евреям 2.11 и Ана 17.22 Как одним огнём зажигаются многие светильники, так необходимы и телам святых. Этим членам Христовым соделаться одним и тем же самим Христом. И совершенные, пока пребывают во плоти, не избавлены от забот по причине свободы и состоят под страхом. Почему и попускаются на них искушения. Когда же душа войдёт вон и город святых, тогда только возможно прибыть без скорбей и искушений. Потому что нет там заботы или скорби, или труда, или старости, или сатаны, или брани. А есть там покой, радость, мир и спасение. Там посреди их Господь, который именуется Спасителем, потому что спасает пленённых, именуется врачом, потому что подаёт небесное и божественное врачевство и исцеляет душевные страсти. В некоторой мере господствующий над человеком, словом сказать, Иисус есть царь и бог, а сатана – мучитель и злой князь. 297. Поскольку некоторые продают именение, отпущают на свободу рабов, исполняют заповеди, но не стараются в мире этом принять духа, то уже ли, живя таким образом, не войдут они в царство небесное? Это предмет тонкий для рассуждения. Ибо некоторые утверждают, что и царство одно, и гиена одна. Мы же говорим, что много степеней различий и мер в одном и том же царстве и в одной и той же гиене. Как во всех членах одна душа, и вверху действует она в мозгу, а внизу она же производит движение ноги, так и божество объемлет все твари и небесные, и те, которые ниже бездны, и повсюду все цело пребывают в тваре, хотя по своей неизмеримости и необъятности оно и вне тварей. Поэтому само божество внемлет людям и во всем домостроительствует премудро. И поскольку некоторые молятся, не знают, чего просят, другие постятся, иные пребывают в служении, то Бог праведный судья, каждого награждает по мере веры. Ибо что делают они, делают по страху Божию, но не все они, сыны цари, наследники. Одни в мире убийцы, другие любодеи, иные хищники, а некоторые также раздают имение свое нищим. Господь взбирает на тех и на других, и делающим добро дает упокоение и награду. Есть меры избыточствующие, и есть меры малые. В самом свете и самой славе есть разные. В самой гиене и наказании есть отравители, и разбойники, и другие, пригрешившие в малом. А которые утверждают, что одно царство, одна гиена, и степеней нету, те говорят худо. Сколько ныне мирских людей, которые преданы зрелищам и прочим бесчинствам, и сколько еще таких, которые молятся и боятся Бога. Бог взирает на тех и на других, и как праведный судья уготавляет одним упокоение, другим наказание. Преподобный Ава Исаия Краткое сведение преподобному отцу нашему Исаии, Аве Нитрийском и его писаниях. Преподобный отец наш Исаии, отшельник, и жил во второй половине четвертого столетия по Рождестве Христовом, умер в 370 году, а одновременно с Савой и Макарием великим. Местом подвигов его был Нижний Египет, а в нем пустыня Скев, обычно называемая нами Скит, недалеко отстоящая от Александрии, где монашествующие проводили жизнь позерцательной, в глубоком безмолвии. В каком возрасте избрал он поприще монашеской жизни, неизвестно. Знаем только, что он был сыном бедных и незначительных родителей. Как это видно из платья его, из поношений, какими поносил его ученик его и лиски во время искушений своего, назвавший его человеком низкого происхождения. Преподобный Исаия пользовался вниманием современных ему монашов, из которых многие руководствовали советами его и охотно оказывали ему совершенное послушание. Был он, зная ему тогдашнему патриарху Александрийскому, который, когда преподобного злословил его и лисея, сказал, «Да не будут уставствия и глаголющее на праведного беззакония гордыни и ничижения». Салом 30.19. Преподобный Исаия был крайне смирен и не в благодать глубокого плача, как это видно из кроткого ответа его ученику и лисею во время искушения поносившему его и злословившему. И из 14 слов его практика, плача, внимательное чтение, которое может умягчить и принесть сокрушение, даже каменное сердце. По обычаю отцов безмолвствовавших в ските, преподобный Исаия имел двух учеников – Петра и Елисея. Для первого написал он принадедательное слово, а последнее есть в Геронзике душеспасительное сказание. Кроме этих двух учеников, его советами и наставлениями руководствовались и многие другие монахи, с которыми он вел беседы не лично только, но и письменно. День и ночь, получаясь в божественных писаниях и обильно почерпнув струи духовной мудрости из спасительных этих источников, он соделался творцом многих прекраснейших словес, которые обнимают разные душеспасительные предметы и составляют целую книгу. Преподобный Исаия назван отцельником по причине любви его в глубоком уединении и подвиженческого отдаления его от всех, так что в последние годы его жизни с ним не жили даже ближайшие его ученики, а только по временам навещали его, как видно, из 27-го слова. Память преподобного отца Исаия совершается православной церкви в субботу в сырной седмице. Но так как число 19, так и число 27 добротолюбия есть наставления, которых нет в словах. Слова Авы Исаия. О словах их сообщается к сведению, что в первом издании они предложены в переводе с латинского, на котором они существуют, в печати. Слово первое. Заповеди Авы Исаии, жившим с ним братьям. Если желаете пребывать со мной, послушайте ради Иисуса. Сиди каждый в келье своей страхи Господнем и не небрягите о рукоделии вашем по заповеди Божьей, не нерадите о поучении вашем и о непрестанной молитве и храните сердце свое от чуждых помыслов, чтобы ничего не помышлять, ни о человеке каком, ни о чем-либо из вещей века сего, но всегда исследуйте, в чем притыкаетесь и старайтесь исправиться, умоляя Бога в болезновании сердца, слезах, из вострадания, измождении плоти. Да простит он вам и прочее, да сохранит вас от падения в то же. Каждодневно имейте перед очами смерть и заботливо помышляйте о том, как имеете выйти из тела, миновать власти тьмы, встречающей нас в воздухе, и беспреткновенно предстать пред Бога, простирая в зол и ко страшному дню последнего суда его, и воздаяние каждому за дела, слова и помышления. Ибо все наги предстанем пред очами того, кому нам предлежит давать слово ответное. Без великой нужны не говорите ничего, ни в трапезе, ни в церкви, и не поправляйте кого поющего, если он сам не спросит вас о чем. По одной неделе служите в поварнице, страхом Божиим, не погубляя поучения своего. Отнюдь не входи никто в келью брата своего, и не желайте прежде времени видеть друг друга. Не подмечайте за рукоделием друг друга. Брат ли больше тебя сработал, или ты больше его. Исходя на поделие, не прознословьте, не позволяйте себе вольничать. Но каждый страхи Божиим да внимает себе и духу своему. Также по учению и молитве, в тайне, в клете сердца. Когда кончится церковное собрание, или когда встанете по вкушению пищи, не садитесь поговорить друг с другом, не даже о славесах Божьих. Найди каждый в келью свои платья грехов своих. Если же будет нужда переговорить с тем, говорите сколько можно меньше, со смирением и благоговением, потому что Бог всегда внимает вам. Не спорьте друг с другом ни о чем, и никого не оглаголывайте. Не судите никого, и не уничижайте, и ни устами, ни сердцем, и ни на кого отнюдь не ропщите. Да не изыдет ложь из уст ваших, и не желайте сказать или услышать, что не полезное вам. Не оставляйте в сердце своем ни злобы, ни ненависти, ни зависти к ближнему, и да не будет у вас иное в устах, а иное в сердце. Ибо Бог поругаем не бывает, но все видит и тайное, и явное. Всякий помысл, и всякую скорбь, и всякое желание ваше, и всякое подозрение не укрывайте себе. Открывайте свободно обе своему, и что услышите от него, то с верой старайтесь сделать. Смотрите, не вознеродите блюсти заповеди мои, потому что, простите мне, в таком случае я не оставлю вас пребывать со мною. Если будете соблюдать их, я дам за вас слово перед Богом. А если не будете соблюдать, Он с вас потребует слова, и о вашем неродении, и о моем бесплодии. Кто будет соблюдать мои заповеди, и тайные явно, того Господь Бог сохранит от всякого зла, и покроет его во всяком искушении грядущим. Тайном ли или явном. Молю вас, братья мои, помните, чего ради вышли вы из мира, и заботитесь о спасении своем, чтобы не в суе было ваше от него отречение, и не постыдиться вам перед Богом, и отрекшимися ради его от мира, и добре подвязавшимися святыми. 17. Нелюбопрительность, застрадание, подвиги и лишения во измождение плоти, смирение и то, чтобы с разумом отсекать волю свою во всем, и не верить в свою праведность, но всегда иметь предотчами своими грехи свои, народят в себе добродетелей. Это же знай всякий, что покой в плоти, широкость, широкий путь, не стеснение себя ничем, своя воля, и в тщеславие губят всякий плод монаха. Слово второе о законе естественном. Не хочу, чтобы вы не ведали, братья, что вначале, когда создал Бог человека, то вселил его в раю, и он имел тогда чувство здравое, стоящее в естественном своем чине. Но когда послушал прельстившего его, превратились все чувства его в неестественность. И извержен он был тогда из славы своей. Господь же наш сотворил милость свою с родом человеческим, по великой своей благости, и слово стало плотью. То есть совершенным человеком во всем нашинском сделался он по всему, кроме греха, чтобы применить неестественность нашу в естественность через святое тело свое. Сотворив такую милость человеком, он возвращает его опять в рай, тем, что восставляет падшего через последование стопам его и заповедям его, какие дал он нам, чтобы мы могли побеждать изверших нас из славы нашей, и тем, что показал нам служение святое и закон чистый, чтобы человек стал в естественном чине своем, в каком создал его Бог. Итак, кто желает прийти в естественное свое состояние, тот пусть отсекает все пожелания свои плотские, чтобы поставить себя в состояние по естеству ума, духовное. Есть у нас по естеству вожделение к Богу, а без этого вожделения к Богу нет и любви. И ради этого Даниил назван мужем желаний. 9.23. Но враг изменил оное вожделение по естеству, срамное похотение, что у походства всякой нечистоты. В уме по естеству есть ревность по Богу, и без ревности по Богу нет и успеха, как написано в апостоле. Ревнуйте о дарах больших. Но эта ревность по Богу изменилась в нас, ревность неестественная, чтобы ревновать друг против друга, завидовать и лгать друг другу. В уме есть гнев по естеству, и без гнева не бывает у человека и чистоты. Если не будет он гневаться на все, сиваемое в него врагом, как Тиния сын Илеазаров, разгневавшись, заквал мужа и жену, и пристал гнев Господа народ свой. Но в нас изменился такой гнев в другой, чтобы гневаться на близнего из-за всяких вещей ненужных и бесполезных. Есть в уме ненависть по естеству так, когда нашла она на Илью, он заквал мерзких пророков. Равный Самуил по ней поступил сагагом царем Аммаликским. И без ненависти к врагам честь, цена и достоинство души не обнаруживается. Но эта ненависть естественная изменилась в нас в неестественную, чтобы ненавидеть ближнего и с отпрощением гнушаться им. И эта-то ненависть изгоняет из нас все добродетели. Уму свойственно высокомудрие по естеству перед врагами его. Так когда нашло на Иова, то он поношением покрыл врагов своих, говоря, «Бесчастье и хулеяние выслушал я». Но это высокомудрие перед врагами изменилось в нас. «Смирились мы перед врагами и возвысокомудрошили друг перед другом, уязвляя себя взаимно и праведными себя считая более ближних». А за такое высокомудрие человек бывает враг Божий. Вот что создано было с человеком, вложено в него присотворение. И что когда вкусил он от прислушания, изменилось в нем в такие страшные страсти. Третье. «Постараемся же, возлюбленные, попищить о том, чтобы оставить их страсти. И стяжим то, что показал нам Господь наш Иисус Христос Святом в теле Своем, ибо Он свят и во святых почивает. Попечемся о себе самих, чтобы угодить Богу по силе нашей, упражняя деятельные силы Свои, устанавляя, как на весах, все члены Свои, пока станут они в Своем по естеству чине, да обрящим милость в час искушения, имеющие прикинув всю Вселенную. Умоляя непрестанно благость Его, да созидит помощь Его со смиренными нашим, со смирением, во спасение нас от врагов наших, ибо Его сила, и помощь, и держава во веки веков. Аминь». Слово третье. О состоянии новоначальных истелиотов. «Первое из всего, потребно нам смиренно мудрее, чтобы при всяком слове, какое слышим, или деле, были мы готовы говорить «прости», ибо смирением расстраиваются все козни врага. «Не меряй себя ни в каком деле своем, чтобы быть безмятежным в помыслах своих, имей лицо, носящий печать сетого, не сокрушений, когда ты один, но с людьми странными, являй его радушно, приятным, да веселится в тебе страх Божий, вселяется. Когда пойдешь куда в дорогу с братьями, отдаляйся немножко, чтобы молчать, и идя не смотри туда и сюда, но поучайся в помощи твоем, или молись Богу в сердце своем. В каком месте сделаешь привал, не вольничай, но будь скромно стыдным во всем, к тому, что будет предложено тебе руку свою протягивай неохотно, будто принуждаемый есть. И юнейшим будучи не держай простреть руку свою, чтобы вложить такой кусок в уста другого. В каком месте придется на наш век лечь соснуть, не покрывайся одним с другим тем покровом, но прежде чем ляжешь, много сотвори молитв сердце своем. Если утомился ты от дороги и желаешь елеем немного натереться, труда ради путного, одни ноги свои дай натереть, стыдясь, притом открывать их, тело же своего всего не позволяй себе натереть елеем, кроме крайней нужды или болезни. Если когда сидишь в теле своей и придет тебе брат странный, сделай и ты для него тоже. Натри ноги его и скажи ему сотвори любовь, возьми немного и лея и помашь прочее тело. Если он не захочет принять охотно, не утруждай его. Но если это старик, деятель, пануть его, пока не намостишь всего его. Когда сидишь со трапезой с братьями, которых ты моложе, не скажи себе ешь, но вспомни о грехах твоих, чтобы не есть с ослаждением. Руку свою протягивай только к тому, что перед тобою. К тому же, что перед другими, не протягивай руки своей. Одежда твоя пусть покрывает ноги твои и колена твои дабыут тесно соединенные одно с другим. Если будешь сранить и будут в числе идущих, подай им потребное с радушным взором. А когда пристанут есть, скажи им дважды или трижды. Сотворите любовь, покушайте еще немного. Когда ешь, не поднимай лица своего на того, кто подлят тебя. Не смотри туда и сюда. Не говори слова суетного. Не протягивай руки своей к тому, что тебе желательно. Не сказавши, благослови. А когда пьешь воду, не давай горду своему издавай гурчание, как делают миряне простые. Если, когда сидишь с братьями, подступит мокрота, не извергая перед лицом их, а встань, извергни ее вне. Не тяни с телом своим на виду других. Если позывает на зевоту, не открывай уст своих. И она сбежит от тебя. Не открывай уст своих для смеха отнюдь, потому что это есть бесстрашие. Не пожелай чего-либо братнего, увидев одежды или пояса или куколя на главника. И не исполняй желание своего сделать и себе подобное им. Если приобретешь себе книгу, не украшай уборки или отделки, ибо это страсть. Если погрешишь в чем, не лги, стыдясь признать, но положи поклон, говоря, прости мне, и грех твой прейдет. Если кто скажет тебе жесткое слово, не возымай на него сердце своего, но поспеши положить ему поклон, прежде чем родиться в сердце твоем неудовольствие на него или чувство обиды, потому что вслед за этим быстро проходит гнев. Если кем напрасно укорен будешь в каком-либо деле, не вооружайся против него, но положи поклон, говоря, прости мне, не буду впредь так делать, знаешь ли ты то дело или не знаешь, ибо все такое есть приспияние для новоначаля. Когда будешь справлять рукоделие свое, не небрежнете, но постарайся о нем в страхе Божьем, чтобы не погрешить в неведении. Когда учишься какому рукоделию, говори учащему тебя, и не стыдись часто говорить ему, сотвори любовь, посмотри, хорошо ли это у меня или нет. Если позовет тебя брат твой, когда ты находишься за рукоделием своим, поспеши узнать, чего он хочет, и сделай то с ним, оставя свое. По окончании трапезы войди в келью свою и соверши молитвы свои, а не садись поговорить с теми, от которых не чаешь пользы себе. Но если это старцы, говорящие Слово Божие, то скажет, то и сделай. Если он пошлет тебя на сторону, за каким делом, скажи ему, где прикажешь мне остановиться и то, в чем имеешь нужду. И что он скажет, сделай то, не прибавляй и не убавляй. Если услышишь какие слова вне, не тащи их с собой и пришедши не пересказывай другому. Если охранишь уши свои, не погрешит язык твой. Когда ты желаешь быть от желания своего, чтобы не произошло трение, и тот не опечалился. Когда поступишь как у Икеэлю, с братом, как присельник, не давай ему приказания, ни в каком деле, и не желай быть главой над ним. Если будешь жить с другими братьями, не желай равняться с ними, и ты славишь. Если они прикажут тебе, что чего ты не желаешь, поборись с волей своей и сделай то, чтобы не опечалить их, и не нарушить бездерновенности, несмелости, говорить, скромности обязательной для тебя, и мирного с ними сожительства. Если будешь жить с братом, он скажет тебе, свари мне что-нибудь, спроси его, что хочешь, чтобы я тебе приготовил. Если он оставит это в своей власти, говоря, что хочешь, приготовь, что найдется со страхом Божиим. Если живете общий друг с другом, по взаимности или общежителю, и есть какое поделие, делай его и ты, приобщись ему, все, приобщитесь, и не щадите тело своего совести ради всех. Каждый день утром, как встанешь, прежде чем возьмешься за рукоделие, поучись в словесах Божиих. Если же нужно что-либо привезь в порядок, рогожу или сосуд какой-либо что, сделай, то поскорее, без лености. 25. Когда есть какое дело с довоздаянием, пусть приобщится к нему с тобой и брат твой, и не завистуй перед ним. Если же есть какое дело мало, и скажут один другому, пойди делай свое дело, братья, а это я один сделаю, послушайся его, кто слушается, тот и велик. Если дойдет тебе брат странник, имей радушное к нему лицо, приветствуй его, и ношу, какую он несет, сам понеси. Что опять сделай, и когда он пойдет от тебя, приветствие же твое ему, да будет благопристойно и со страхом Божиим, чтобы не потерпел он вреда, поостередись спросить его о чем-либо, что для тебя не полезно, но попроси его помолиться. Когда сядет он, скажи ему, каково тебе, и остановись на этом слове, а затем дай ему книгу и пусть читает, поучаясь. Если же он пришел приутрудившись, дай ему отдохнуть, омоем ноги. Если он привнесет в беседу с тобой неподобающие слова, попроси его с любовью, прости мне, я слаб и не могу этого понести. Если он немоществует и одеяние его загрязнено, вымои их. Если он прост, и одежды его рубичные разодраны, почини их. Если он исправно обходящих, а у тебя будут некоторые верные, не вводи его к ним, но сотвори ему милость в любви Божией. Если это брак, проходящий ради Бога, и зашел к тебе отдохнуть, не отврати лица своего от него, напряни его с радостью вместе с верными, пребывающими к тебе. Если он беден, не отпускай его ни в чем, надай ему из благословения, каким благословил тебя Бог, ведая, что имеешь, не твое есть, а есть даяние от Бога. Если брат положит, что у тебя, не открывай того без него, чтобы узнать, что там. Если же это полагаемое у тебя будет слишком ценное, скажи ему, дай мне это в руки мои. Если пойдешь на сторону, в дом, к дому, и тот вышедший оставит тебя одного, не поднимай вверх лица своего, чтобы посмотреть, какие у него в доме вещи, и не открывай ничего, ни дверцы, ни сосуда, ни книги, а скажи ему, когда будет выходить, дай мне что-нибудь делать, когда придешь, и что он даст тебе делай, то не линяй, не хвалить, чего не видел, а что слышал, о том не говори, как видевший, никого не презирай за одежды его. Стоишь тебя смотрит Бог. Когда в келье своей встань, чтобы сотворить молитву свою, не небрежней в нерадении, и вместо воздаяния чести Богу не окажись прогневляющим его, но стой в страхе Божьем не прислоняйся к стене, и ног своих не распускай, стоя на одной и поджимая другую, как делают неразумные, сердцу же своему противостой, чтобы оно не кружилось в желаниях твоих, когда поете несколько вас вместе, пусть каждый сотворит молитвы свои, свою часть, поочередно. Если будет у вас странник, попросите его с любовью сотворить молитву, скажите им об этом дважды или трижды, без любопрения. В час приношения бескромной жертвы противостой к помыслам, установив чувство своей страхи Божьем, да достойно сподобишься причастию святых тайн и исцелить тебя Господь. Смотри, не оставляй тело свое в грязноте неряшливым, да не окрадет тебя тщеславие, а новоначальный пусть оставляет себя во всякой неряшливости в отношении к телу своему, потому что это полезно для него. Новоначальный пусть никогда не носит хорошие одежды, пока не достигнет возраст мужа, это врачество для него. Относительно вина пусть положит себе законом до трех чаш в нужде. Смехи отнюдь да не обнажает зубов своих, лицо же свое пусть склоняет долу в благоговейном стыдении. Ложась спать, пусть остается опоясанным поясом своим и всячески подвизается, не влагать рук своих вовнутрь под одежду, ибо у тела много страстей, с коими слагается и сердце. Когда нужда бывает идти ему на сторону, пусть надевает сандалии, пока же он в келье, пусть подвизается не носить сандалии. Когда идет, руки свои пусть задевает за пояс или держите прижато к поясу, а не махают ими, как миряне. Когда идешь со старшими тебя, не упреждай их отнюсь. Когда старший останавливается, поговорить всем, не призорствуй и не садись, а стой, пока тот не даст тебе знака, что сделать. Когда ходишь в город или село, отче твои пусть будут понижшими долу, чтобы не поднять против себя брани, когда будешь в келье своей. На стороне не оставайся на ночь в чем-либо доме. Сердце твое боится пусть спать в грех. Когда имея где-либо вкусить пищу, узнаешь, что там должно вкушать и женщина, ни за что не садись. Лучше тебе опечалить позвавшего тебя, нежели соблудить тайны в сердце своем. Если можешь, не взгляни даже на одеяние жен. Если когда идешь в дороге, женщина скажет тебе мир тебе, ответьте сердце своем долу зря очами своими. 41. Когда идешь в дорогу старцем каким, ношу какую имеете с тобой, никак не позволяй нести ему. Если же вы оба новоначальные, то несите попеременно, но несущий пусть идет впереди. Слово четвертое. А в путешествующих живущих теле и о совести. Когда путь совершаете в дороге, или кто-нибудь из вас немощен, оставьте его идти впереди вас, чтобы он, если захочет сесть, садился. Если вы из новоначальных и будете на стороне, наперед, однажды, навсегда, установите себе порядки. Как поступать, к умывальнице ли подходите, или садитесь за стол, чтобы когда настанет такой час, вам не мешать, но если один не пойдет первым, в другой раз пусть идет другой. Когда спрашиваешь старца о помысли, обнажить перед ним свободу помысловей, если знаешь, что старец верен и сохранит слово твое. Когда услышишь о грехе брата твоего, не рассказывай того, при ком-нибудь, ибо это смерть для тебя. Когда некие будут говорить о помыслах, борющих тебя, не желай слушать их, чтобы не было за тебе поводом к брани. Понуждай себя творить много молитв, ибо свет для души твоей есть молитва. Каждый день рассуждай, в чем погрешил, если помолишься о том, Бог простит тебе. Если какой брат настойчиво станет оговаривать пред тобой брата своего, не постыдись остановить его, и не поверь ему, чтобы не согрешить пред Богом, но скажи ему со смирением, прости мне, брат, окаянный я, то, что ты говоришь, за мной водится, и я не могу того понести. Если брат сделает тебе злой, что-нибудь станет говорить на него перед тобой, охрани сердце твое, чтобы не возобновилась в тебе злоба, но вспомни о грехах твоих перед Богом, если желаешь, чтобы он простил тебе их, не воздавай близнему твоему. Спасибо.